Сегодня в выпуске. Государственная акция по вручению юбилейных медалей продолжается. Большой праздник в области рок-музыки. 24 марта в молодежном центре состоялся литературно-музыкальный вечер «Героям Победы. Достойная память». Это мероприятие было подготовлено и организовано молодежными объединениями Десногорска в рамках празднования 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Тем дай Бог веры, кто засомневался в величии и святости побед, солдатам слава, кто в живых остался, и тем, кого давно уж нет. Нам вечно помнить их, безмерно близких, кто не дожил до наших дней, носить цветы под ножью обелисков, любить живых и жизнь еще сильней. В актовом зале в этот вечер присутствовали представители молодежных объединений города и особенные гости, те, кто ковал Великую Победу в тылу, и те, кто перенес еще ребенком все ужасы и тяготы той кровопролитной войны. В этот торжественный вечер 15 ветеранам, проживающим на территории Десногорска, глава администрации Вячеслав Владимирович Сидунков вручил юбилейные медали. В этот год президент своим указом учредил юбилейную медаль 70 лет победы Великой Отечественной войны и в феврале положил начало замечательной традиции, замечательной миссии, наградив в Кремле ветеранов. В марте эстафету от имени президента подхватили руководители регионов, 3 марта наш губернатор в Смоленске награждал ветеранов. Дальше эстафета распространилась по всей стране и сегодня от имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина я хотел бы с большим уважением продолжить эту важную миссию и вручить медали юбилейные, посвященные 70-летней годовщине победы Великой Отечественной войне сегодняшним нашим ветеранам. Медаль «70 лет победы» была вручена труженикам тыла Александру Дмитриевичу Тупице, Марии Ивановне Костюшкиной, Нине Леонидовне Слепенковой, Марии Петровне Котенковой, Нине Моисеевне Фатеевой, Ане Петровне Никифоровой и Людмиле Ивановне Лубяновой. Также юбилейная медаль в этот вечер была вручена и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей Михаилу Ивановичу Титкову, Евдокии Дмитриевне Сереженковой, Леониду Ивановичу Захаренкову, Евгении Алексеевне Федоровой, Антонине Васильевне Кирьяновой, Ане Семеновне Тягай, Василию Васильевичу Семенову и Татьяне Григорьевне Тюляковой. Подарком для ветеранов в этот вечер стало выступление творческих объединений Молодежного Центра нашего города. На сцене звучали стихи и песни о войне и Великой Победе. Первая музыкальная премия Смоленска в области рок-музыки «Смоленск Рок Эвордс» стартовала 3 апреля. В этот день проходил первый отборочный тур из трех предполагаемых. В нем приняли участие 12 коллективов, в том числе и Десногорская рок-группа «Восьмое отражение». Организаторы отмечают, что премия направлена на улучшение творческих способностей, досуга и эрудиции молодежи Смоленщины. Премия дает возможность пообщаться с людьми, которые в свое время смогли стать успешными профессионалами и остаются ими до сих пор. На вопросы участников первого отборочного тура и гостей в режиме пресс-конференции отвечали. Организатор Павел Пронин, клипмейкер, режиссер из Латвии Виктор Вилкс, продюсер, музыкант Вадим Самойлов. То, что сегодня будет происходить, это не конкурс, а мы не жюри на самом деле. Мы простые парни, у каждого из которых свой вкус и свои предпочтения. И с моей точки зрения самое важное в данном случае не просто выбрать победителя, а чтобы в процессе нашего общения, взаимодействия, выступления каждый из музыкантов нашел в себе мотивацию и силы перестать воспринимать коллегу как конкурента. Потому что правда в том, что творческие сообщества должны быть дружными. Вот как это было в Ленинградском рок-клубе, как это было в Свердловском рок-клубе, в Московской рок-лаборатории, и везде, везде, везде. Доброжелательная атмосфера, созданная организаторами и общение со знаменитостями, отличными преподавателями, знающими, как преодолеть трудности, вселила уверенность в музыкантов. Концерт получился замечательный. Десногорцы, открывавшие программу, также выступили достойно. Поздравляем. Стоит отметить, что в последующих турах музыкальной премии в области рок-музыки планируют принять участие и другие десногорские коллективы, входящие в творческое объединение «Восьмая нота». Субтитры создавал DimaTorzok